Мы начинаем информационный час в студии Ирина Цепетова. Сегодня в Неницком округе началось досрочное голосование на выборах в Госдуму. Свои голоса за партии и кандидатов смогут отдать избиратели, проживающие в труднодоступной и отдаленной местности Заполярного района. С 29 августа по 17 сентября члены участковых избирательных комиссий проведут выездное голосование среди оленеводов и работников нефтедобывающих компаний. Основная нагрузка по организации голосования среди нефтяников ляжет на плечи членов участковых комиссий поселка Искателей. Сельские комиссии охватят оленеводческие бригады. Планируется в досрочном голосовании примут участие работники 20 нефтяных компаний и их подрядных организаций, 450 оленеводов из окружных хозяйств и семейно-родовых общин. Доставку участковых избирательных комиссий будет осуществлять Наринмарский объединенный авиаотряд. Избирательная комиссия Ненецкого округа получила тираж избирательных бюллетеней для выборов депутатов Государственной Думы, которые состоятся 18 сентября. Бюллетени по единому федеральному и одномандатному избирательному округам, а также специальные защитные знаки марки уже передали в территориальные избирательные комиссии. Весь тираж бюллетеней в ручном режиме пересчитали члены окружной избирательной комиссии, чтобы убедиться в наличии нужного количества бюллетеней и правильности установленной формы. В день выборов каждый избиратель на участке получит два бюллетеня. Один избирательный бюллетень на избирательных участках избиратели получат по федеральному избирательному округу, где будут указаны наименования партии, эмблемы и лица, которые входят в общую федеральную часть списка. А также будет указана региональная группа, в которую территориально входит Ненецкий автономный округ и фамилии представителей данной партии. Отличие избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу состоит в том, что здесь будут в алфавитном порядке располагаться фамилии, имена и отчества кандидатов, которые зарегистрированы по одномандатному избирательному округу номер 221. В правом верхнем углу каждого бюллетеня будет расположена специальная марка с голографической защитой, изготовленная на госзнаке. По информации Ларисы Сверидовой, территориальной избирательной комиссии Наринмарского городского округа передано 31 500 избирательных бюллетеней. 34 700 бюллетеней отправлены в территориальную комиссию Заполярного района. На заседании районной администрации в ближайшее время решат, сколько бюллетеней и марок направят в участковые избирательные комиссии в населенных пунктах округа. По закону бюллетени должны передать не позднее, чем за один день до начала выборов. В Нинецком округе начался отопительный сезон. По информации руководства ПКТС, в пробном запуске участвуют 18 котельных города. Кроме того, с сегодняшнего дня отопительный сезон начнется во всех социально значимых учреждениях столицы, а также в жилом фонде, связанном по сети с этими учреждениями. В поселениях округа муниципальное предприятие «Севержилкомсервис» проводит пробную подачу тепла в целях определения готовности теплоэнергетического хозяйства и выявления недостатков до начала отопительного сезона 2016-2017 годов. В соответствии с постановлениями глав муниципальных образований, сегодня тепло дали уже в телевисочном и великовисочном сельсоветах. В виске, по информации главы муниципалитета, теплом обеспечены пять многоквартирных домов и социальные учреждения. В прошлом году отопление в селе включили в начале сентября. Все в плановом режиме, все в порядке. Температурный режим низкий, тем более детки в интернат, в школу приедут, решили начать пораньше. В соответствии с постановлением правительства России, отопительный период начинается, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов по Цельсию. Согласно ежедневному гидрометеорологическому бюллетеню Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная погода в Нарьинмаре на сегодня составила 7,4 градуса. Завтра погода в Нарьинмаре будет держаться на том же уровне ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 11, плюс 16 градусов. В поселениях Ненецкого округа установлено 95 платежных терминалов в рамках проекта «Безналичный округ». Из них более 20 за летний период 2016 года. Терминалами оборудованы 15 сельских аптечных пунктов, кассы авиаотрядов, 6 поселениях, 6 подразделений муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис», 9 аппаратов позволяют оплачивать услуги связи. Еще порядка 60 терминалов установлены в точках продаж Укрпотребсоюза и индивидуальных предпринимателей. В проект включились и спортивные учреждения Нарьинмара. Сейчас ведутся активные работы по установке платежных терминалов в фельдшерско-акушерских пунктах на селе. Идет настройка оборудования и обучение персоналам. По мнению заместителя губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко, реализация проекта решает сразу несколько задач. Экономия средств для бюджетных учреждений при переходе на зарплатные проекты, повышение финансовой грамотности населения, развитие и легализация микро- и малого бизнеса, снижение наличного денежного оборота. Лучший молодой педагог и лучший молодой государственный служащий России живут в Нарьинмаре. Пары из Нинецкого округа Людмилы и Константин Детковы привезли с конкурса «Будущее России» сразу три диплома. В этом году почти 600 человек из 56 субъектов России боролись за звание Национальной молодежно-общественной награды. Это молодые врачи, предприниматели, госслужащие, соцработники, творческие деятели, спортсмены, педагоги, добившиеся успех в экономике, образовании, культуре, спорте, общественной и профессиональной деятельности. Там много есть фотографий в немецком стиле. А почему решили в немецком? Мы решили делать разные стили. Была русская свадьба, была немецкая свадьба. Вот когда катаются, мы не хотели так просто гулять на автобусе там на чем-то. Мы решили, чтобы в каждый момент было какое-то там действие. Людмила и Константин показывают свадебные фотографии. 6 сентября 2014 года в Нинецком округе родилась еще одна семья. Молодая, красивая и с большими планами на будущее. К самому трогательному дню будущие молодожены готовились основательно. Это был мне букв. Костя взял лапку сам. Все тут были буквы. К, Л. Это был букв у нас. Людмила, шутя, говорит, своего супруга она полюбила не только за золотые руки, но и за быстрые ноги. Константин Витальевич – тренер по лыжным гонкам во дворце спорта «Норд». Сейчас зимним видом спорта у Константина Деткова занимается 35 детей. Он хороший, добрый. Поможет ему все. Константин Витальевич, я благодаря вам достигла многого. Этот фрагмент видеоролика был представлен на суд жюри в конкурсе «Будущая Россия». К таким искренним признаниям, из уст которыми глаголит истина, жюри не могло остаться равнодушным. Ну, ролик был замечательный, набрал больше всех баллов. У него было максимальное количество баллов, 20 баллов. 25 даже баллов, и он стал, в общем, таким лидером из всех роликов. Жена Константина, Людмила, за ролик о своей работе в Роспотребнадзоре тоже получила высокие баллы. У меня работа менее творческая, чем у Кости. И очень сложно было именно показать то, что я делаю. Мы сняли наш рабочий день, сняли также командировки, часть командировок с фоторепортажем. И еще, кроме того, нужно было показать, насколько творческий я человек. Кроме видеоролика, в заочном этапе участники представляли портфолио достижений за последние пять лет. А потом супругам пришло приятное известие. Они стали финалистами. Взяли билеты и полетели, потому что такой шанс, можно сказать, выпадает раз в жизни. И этим шансом семья Детковых сумела воспользоваться. Тему доклада, с которым предстояло побороться за звание, Костя и Людмила узнали за два дня до выезда в Красноярск. Именно там состоялась финальная битва лучших молодых людей России. Бессонные ночи, по словам супругов, не прошли даром. Свои работы они презентовали блестяще. В итоге Людмила Деткова завоевала национальную общественную награду. Лучший молодой государственный служащий России. А Константин стал лучшим молодым педагогом. Но главный сюрприз у победного дуэта был впереди. Наградили Костю. Мы все как бы обрадовались. Я уже убрала фотоаппарат. И уже сидела, ждала, кто из педагогов будет лучшим. И когда назвали, что... А теперь вручается лучшему гражданину России. Исказала имя Константину Витальевичу. Ну, я сначала не ожидала, а потом сказали фамилию. Ну, тут вообще, конечно... Кавалер Ордена. Лучший молодой гражданин России. По словам Людмилы, она, конечно, знала, что ее муж достойный кавалер. Но что он получит почетное общественное звание кавалер Ордена. Лучший молодой гражданин России. Даже не мечтала. Любовь Пермякова, Ленис Шишелов, Телеканал Север. Лучший молодой гражданин России. 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 Продолжение следует...